Жестокое убийство произошло в селе Старый Анахой за Играевского района Бурятии. 24-летний безработный часто заходил за спиртным в местную лавку. В один из визитов он понял, что в магазине находится лишь одна продавщица и никакой охраны. Заметил, где лежит выручка и напал на женщину. 31 октября обвиняемый замыслил разбойное нападение. Взял с собой складной нож, пришел в магазин и, выждав момент, когда продавщица зашла в подсобное помещение, последовал за ней, напал со спины и нанес множество ударов по различным частям тела. После этого злоумышленник похитил из магазина крупную сумму денег, 5 бутылок коньяка, а также дамскую сумку потерпевшей с ее личными вещами, кошельком и банковскими картами. Похищенное он просаживал вместе со своей 16-летней подружкой. Спустя два дня его задержала полиция. Зашел в магазин, ножик в руке уже, получается, закричал, удалил ножом. А с какой целью вообще в магазин зашли? С целью деньги украсть. Потерпевшая в момент убийства разговаривала по телефону с напарницей и успела крикнуть ей о нападении. В результате многочисленных колото-резанных ранений 33-летняя женщина скончалась в больнице. У нее осталось трое детей. По факту убийства и грабежа возбуждено уголовное дело. В поселке Аршан Тункинского района Бурятии уголовку едва не заработал 43-летний водитель Истаны. Мало того, что он сел за руль в нетрезвом виде, так еще и пытался подкупить автоинспекторов. Торговаться начал с 500 рублей. Спустя время решил повысить предложение до 1000. В отношении водителя составили протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. И еще один протокол за то, что он не имел соответствующей категории на управление транспортным средством. Еще одного лихача поймали в Улан-Удэ. Правда, догонять его пришлось с мигалками. В ходе погони водитель не раз создавал аварийную ситуацию. Выс на встречку и проезд на красный сигнал светофора. Настигли шофера в микрорайоне Таежный. А мужчина планировал ехать намного дальше. Теперь лихач остался и без водительских прав, и без машины. Ее определили на штрафстоянку. И еще один эпизод с участием ГАИ. Но здесь водитель трезв. Правда, в багажнике обнаружили почти полтонны омуля. Задержанная утверждала, что 8 мешков с рыбой она нашла на улице. Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. Жесткая посадка аэробуса в Иркутске серьезно напугала пассажиров уральских авиалиний. При приземлении у самолета лопнуло шасси с двух сторон. Аэропорт временно закрыли. Известно, что рейс летел из Душан-Б. На борту находилось 89 пассажиров. Никто из них не пострадал. Все рейсы на вылет отменены. Четыре перенаправлены в Улан-Удэ. Открыть аэродром планируют сегодня вечером. Юлия Пермякова, Новости дня. Юлия Пермякова, Новости дня.